Реализовать что-то одному в одиночку невозможно. Так оборачиваюсь и вижу, стоит в храме с таким красно-сизым от холода, был жуткий мороз, носом такой японец. Совершенно очевидно, что священнослужитель – это строитель таинств божьих. Чем живешь, батюшка? Литургия от человека так искрит молниями, что и священникам достается. У меня такое ощущение, что эпидемия разводов. Все социальные процессы рукотворенные. Самая большая демографическая убыль в белорусском обществе – от абортов. Отец, что такое любовь? Глубочайшее переживание счастья, но которое всегда связано с кем-то. Здравствуйте, дорогой отец Павел. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Приветствую, дорогой отец Сергий. Здравствуйте, зрители. Я рад быть вместе с вами сегодня очень. Протоиерей Павел Сердюк – настоятель прихода храма святителя Николая Японского города Минска, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Сегодня у нас в гостях мой друг, и мне очень хотелось бы, чтобы наш разговор так выстроился, чтобы мы могли вообще раскрыть эту церковную жизнь как жизнь внутри дружбы, как жизнь людей, свободных от страхов, как жизнь людей творческих. Потому что, в общем-то, кто такой мой отец Павел? Мой отец Павел – это человек, который вот так вот любит смотреть вперед и немножко дальше, вот туда, где горизонт. Мне бы хотелось, чтобы вот как-то мы, касаясь каких-то конкретных вещей, может быть, твоей биографии и твоего пастырского и настоятельского служения, твоего служения в отделе синодальном, раскрыли вот эту вот свободу церковной жизни. Ты являешься настоятелем храма, освященного в честь святителя Николая Японского. Не так давно здесь, в Минске, твоими стараниями была представлена, презентация была проведена трудов святителя Николая. И это было здорово. Приехали люди, которые издатели и которые в Японии жили. Скажи, пожалуйста, вообще, с чем связано то, что, начав стройку, ты вот решился вокруг святителя Николая общину свою организовывать? Вся история восходит к началу нулевых годов. И это тоже история дружбы. И нам порой кажется, что вот что-то мы предпринимаем в одиночку, но в итоге все превращается в такой очень сложный клубок взаимоотношений с разными людьми. Но вот начну издалека, но очень быстро. Значит, мы, будучи клириком прихода святого праведного Иоанна Кронштадтского, который в народе говорят на заводе холодильников, да, у нас там возникла такая молодежная среда. Вот в Петропавловском соборе при Центре изучения новых религиозных движений преподобного Иосифа Володского тоже была молодежная среда. Мы встретились на общей площадке волейбольной во дворе школы номер 44 города Минска и стали поигрывать в волейбол. Общались, да. Затем ныне очень маститому профессору Владимиру Александровичу Мартиновичу необходимо было уехать в город Вену и получать образование европейского стандарта. И тогда он мне предложил заменить его на время его отсутствия. Это длилось три года, но моя должность, она была не просто замещением, а тогда владыка Филарет, наш первый патриарший экзарх преснопамятный, он назначил меня референтом по миссионерским вопросам. И в начале нулевых годов я попал на съезд епархиальных миссионеров в Русской Православной Церкви в Подмосковье. И, конечно, это было очень большое впечатление. Ну, огромный форум в моей молодой пастырской жизни, это такой был форум первый. И отличительной особенностью его было наличие делегации Японской Православной Церкви. Ну, это такой космос, да. То есть вот выходят батюшки, привычные одежды, да, но совершенно такой вот... Русские и нерусские батюшки. Да, русские и нерусские батюшки. И, ну, как часто на крупных конференциях, да, идет сопутствующая, там устраиваются книжные павильоны. И вот была издана первая книга «Выдержки из дневников святого ровно-апостольного Николая». В чем ее примечательность? Она была небольшая по объему, очень хорошо был сделан дизайн обложки, то есть плюс еще ко всему вот это визуальное воздействие живых священников-японцев православных. Вот я приобрел эту книгу, и когда открыл ее и вот стал читать, то меня просто потрясла личность святого. То есть как человек, который наполнен горечью, досадой, раздражением, да, степень откровенности и искренности, которую на странице дневника позволял себе, она просто потрясает. Потому что все непросто. И в этой связи святый Николай стал таким сразу же родным. То есть я никогда не был поклонником японской культуры. То есть, ну, так как это, допустим, вот отец Романа Артемов, он прекрасно разбирается в аниме. То есть я никогда вот так глубоко не погружался. Но меня личность святого Николая потрясла. Вот. И постепенно, когда возникла возможность организации новой приходской общины в городе Минске, то владыка Филарет, он спросил, вот, а кого бы избрать в небесные покровители. Я тогда дерзнул его попросить о том, чтобы это был святой равноапостольный Николай. Отец, а почему ты сказал то, что это история тоже про дружбу? То есть что это означает? Ну, потому что Владимир Александрович вернулся из Вены. Я ему передал его хозяйство. И мы продолжаем до сих пор... Ну, я просто уже смотрю немножко в такой ретроспективе. И порой нам кажется, что вот мы что-то задумываем в одиночку, но реализовать что-то одному в одиночку невозможно. Человек, в принципе, не может себя познать без соотнесения с другими людьми. Ну, а скажи, вот, стало ли для тебя ближе через все это Япония? Потому что, знаешь, как-то вот на презентации в Академии книг там, да, я видел то, что представители и посольства японского, и в нашем общении ты не раз как-то с таким вот почтением и с какой-то такой, знаешь, правда, с почтением, с уважением, не знаю, там, с любовью и о Японии, и как-то вот обо всем том. То есть, стало ли через храм, через память о святом Николае Япония тебе какой-то вот своей родной? Несомненно. Надо учитывать такой момент очень интересный. В 2012 году у нас не было храма вообще, и вот он появился. И первая литургия была совершена в день памяти святого ровно апостола Николая. 16 февраля первая литургия. Это столетие со дня блаженной кончины. И я, ну, совершил проскомедию, так оборачиваюсь и вижу, стоит в храме с таким красно-сизым от холода, был жуткий мороз, носом такой японец, да, такой закутанный весь. Хитоши Танака, который проживал в Кобе. Мама у него педагог, мама большой любитель русской культуры. Вот. И самое интересное, что к русскому языку эта любовь сформировалась у нее через волейбол. А именно через, да, через выступление женской сборной СССР в Японии, да. Есть известный тренер волейбольной Уралочки Карполь, да, ну, это человек-легенда. Вот. И вот она, такой, приобщившись через вот спорт, она своему сыну рекомендовала проходить обучение вот за пределами Японии. И вот он приехал в Минск, факультет журналистики нашего госуниверситета, спортивная журналистика, его специализация. И через сестру Милосердия Марину из Свято-Елизаветинского монастыря он попал в наш храм. И вот с того времени, вот, всякий раз, когда я вхожу в храм или вижу наш храм, вот само здание храма, да, я отсчитываю годы нашей дружбы. И через 9 лет он принял решение осознанное, свободное совершенно, без какого-либо давления, там, со стороны духовенства, принять святое крещение в православии, принял крещение с именем Антоний. Мотивировав это очень просто, да, что Хитоши, Антоша, да, звучит очень... Вот. И за это время он сформировал, так мы сформировали, организовали при храме японский клуб. Он занимается обучением японскому языку. Есть и взрослые группы, и детские. Вот. С 2016 года через Хитоши мы познакомились более тесно с послом Японии. Он уже завершил свою дипломатическую миссию здесь, господин Хирокита Кунага. И вот перед своим отъездом он посетил наш храм. И мы за чаепитим, он сказал, что когда я впервые ехал, я считал, что церковь это будет, ну, не что-то серьезное вот в моей дипломатической миссии здесь. Но, говорит, вот уезжая теперь, я понимаю, что этот храм и жизнь этой общины оказывают очень большое влияние на взаимодействие. И, говорит, я своему преемнику вот обязательно оставлю распоряжение о том, чтобы он посетил в ближайшее время, после начала своей дипломатической миссии, именно приход храма святителя Николая Японского. И на презентации, кстати, говорили о том, что святой Николай – это великан, который соединяет домост. И, действительно, мы эту миссию и призваны осуществлять. Мне было очень отрадно, что на презентации в Минской Духовной Академии были и представители посольства и России, и Японии. Это очень важный миротворческий шаг, который при содействии и нашей приходской общины, и в целом Белорусской Православной Церкви совершается. Ну, знаешь, отец, вот это вот как-то мы, как это у Платона в диалогах, как высоко мы уже поднялись, да? Но оно так и есть. Снижаемся. Да, но снижаемся, но не унижаемся. Вот эта тема дружбы. Вот смотри, мне кажется, да, то, что вообще как-то так удивительно происходит, что святитель Николай Японский – миссионер, да, твое с ним знакомство через миссию началось. И, в общем-то, вот, ну, что я вначале говорил, ты как-то не боишься рисковать с формами, да, вот, свидетельства о Христе. Правда, насколько для тебя это именно форма свидетельства о Христе? То есть вокруг твоего храма это экотропа, потом вот там на презентации ты говорил о том, что выставка каких-то там собак, потом это какие-то спорт там, да, вот в связи с этим вопрос. Скажи, где у тебя внутри проходит какая-то такая вот грань, когда вот формы, да, миссионерства, они не пожирают собой само содержание того, что ты хочешь сказать, да? То есть насколько ты свободен в выборе того, где, как, с кем говорить о Христе? И есть ли то, что ты считаешь, что, слушай, вот это, знаешь, это как-то уже перебор, вот это вот как-то недопустимо? Ну, очень просто. Есть пространство Дома Божия, пространство храма. Так. И оно создано во всем многообразии того, что происходит внутри, да, это многосотлетняя традиция. И все, что связано с литургической практикой, да, со всем, что происходит внутри храма, да, все подчинено строго церковному уставу, вот. А пространство культуры – это пространство за пределами храма, храма. И у нас такая особенность нашего прихода, что храм был построен, а забор так и не появился. И, соответственно, поскольку в микрорайоне Каменная Горка очень плотно этот микрорайон заселен, то существует зона реакреации, дефицит зоны реакреации, то есть некого отдыха. Вот наш храм, он находится прямо в самом таком прекрасном месте, вот, где есть деревья, где есть лужок. И, соответственно, ну, еще взять и огородить эту территорию, вот, это было бы, ну, собственно, такой создать очень большое социальное напряжение, вот, такое неудовольствие. И, конечно, существовать без забора, без ограждения – это большие риски и издержки, и они были, вот. И мы, наши прихожане выходили с разными инициативами, там, развешивать различного рода угрожающие плакаты об административной ответственности, штрафах, да, там, вот. Но, к счастью, мы не пошли по этой стороне, по этой линии, по этому вектору, а предложили, как бы, нашим жителям экотропу, как способ такого… – Экологического поведения. – Да, экологического поведения, да. – Заботливого. – Был такой смешной случай, когда к нам приехали из другого микрорайона две такие прекрасные, очень интеллигентные женщины, такого очень почтенного возраста, вот. И затем они зашли, увидели меня, подошли, говорят, здравствуйте, вы здесь служите? Я говорю, да, служу. Говорит, вот мы приехали из другого района, много слышали о вашей экологической тропе, наконец-то приехали, осмотрели ее и ничего экологического в ней не нашли. Потому что, конечно, вот это, так скажем, давление, да, социальное и экологическая тропа тоже испытывал. Ну, конечно, это дерзкие, необузданные сердца 12-16 лет, да, они делают, но, как говорится, что нас не убивает, а делает крепче, да. То есть здесь мы уже придумали и для наших информационных стендов более-таки антивандальные конструкции, что если кто-то хочет принести ущерб, да, церковному имуществу, да, и нарушить экологический баланс, чтобы он тоже нарушил себе что-нибудь, нанес себе какую-нибудь травму и, может быть, включился такой, задумался. Ну, это, конечно, шутка, но экологическая тропа, это был такой, ну, она была первая в городе Минске. И, соответственно, и далее, поскольку это вызвало такой резонанс, то экологические тропы, они далее стали организовываться по городу Минску, и, собственно, это такой процесс очень позитивный, да. Ну, мы вернемся еще, то есть такой камбэк, да, экологическая тропа храма Николая Японского возвращается, и этому еще предстоит быть, потому что уже началась стройка храма, и уже здесь, соответственно, все вопросы, связанные с безопасностью строительства, они немножко затрудняют туда проникновение. Ну, в целом, здесь вот какие-то наши инициативы, они всегда рождались в связи с тем пространством вне храмовом, да, где может быть вот встреча людей невоцерковленных, да, и людей церковных, так скажем. Ну, отец, ну, это понятно, но вот я хотел бы, чтобы ты как-то вот так вот внутри себя, ты мне вот как-то рассказал, да, потому что, ну, правда, знаешь, вот как-то, может быть, мы бы с тобой пошли, поиграли где-то там в теннис, да, вот так вот, ну, как бы, это не публичное какое-то действие, но другое дело, давайте мы между нашими прихожанами организуем турнир по настольному теннису, там, да, это то, чем должны заниматься вообще пастыри, это вот, собственно, настольный теннис, футбол, или экотропы, там, да, причем тут ты к экотропам, это пускай занимаются, вот, там, социальная служба, да, что ты делаешь, да, то есть какие-то вещи, ну, я немножко провокативно так говорю, да, ну, потому что, правда, я понимаю, откуда это может рождаться, но вот я спрашиваю, да, то, что, послушай, ну, правда, тем ли ты занимаешься, да, вот, вот, как бы, что, собственно говоря, про церковь, да, или это какие-то баловство какое-то? Ну, я думаю, что в восприятии наших старших почтенных собратьев очень часто это что-то незначительное, но дело в том, что я не занимаюсь этим непосредственно, я считаю, что священник, он должен вдохновить и найти человека, для которого тот или иной вид служения приходского, он максимально раскроет его талант. У нас именно прихожанка занялась вместе со своей дочерью, вот, самый цветущий период жизни нашей экотропы был связан именно с ней, но затем они эмигрировали в Соединенные Штаты Америки, поскольку там супруг айтишник, он, это еще было давно, и семье, ну, необходимо быть вместе, и, конечно, мы претерпели вот такое, ну, так, скажем, умоление, да, этого деяния, поэтому ждем, когда Господь вот пошлет человека, которому это будет все по сердцу, чтобы совершенно очевидно, что священнослужитель – это строитель таинств божьих, и мы призваны, прежде всего, совершать божественную литургию, ходатайствовать за народ Божий, молиться, и, в общем-то, от этого, кстати говоря, вот, ведь люди наши, да, вот они, я имею в виду в широком смысле этого слова, они же ждут такого очень привычного образа пастыря, не на моноколесе, не там порхающем по волейбольной или баскетбольной площадке, а батюшку, ну, желательно даже такого, знаете, упитанного, розово-щекового, такого вот прямо лубочного, доброго, такого вот, немножко, немножко такого с иронией, да, ну, вот, эмпатичного, да, вот к священнику немного требований, на самом деле, то есть то, что мы, то, что мы делаем сейчас, я, это мое такое личное мнение, что мы поколение тех священнослужителей, которые в жизнь церкви вошли, такой на романтической волне, да, вот, ну, вот, свободы, да, плюс ко всему памяту это поколение наших почтенных пастырей, которые, кроме вот этого литургического пространства, даже не могли помыслить себе о том, чтобы сказать слово вне храма, да, как-то себя проявить, ну, есть и свидетельства советского периода, когда архиерея, который у себя в епархиальном доме проводил рождественскую елку для семей священнослужителей, да, об этом узнавалось, и его высылали в другую, да, то есть сейчас у нас просто широкие возможности, и вот здесь другой момент, другая опасность и крайность, я ее вижу, что мы можем подменить свое служение, да, обслуживая совершенно несвойственную нам повестку. Так вот, я же, вот, как бы, мне вот очень интересно это, да, потому что, понимаешь, вот, с одной стороны, да, как бы, я вижу, да, вот у тебя на приходе, ну, некое цветение каких-то инициатив, да, и для меня значимо, вот ты сейчас это объяснил, да, то, что, погоди, это не мои инициативы, это не я прошу сделать то-то, то-то, то-то. Каким-то образом ты просто слышишь тех прихожан, которые находят вот себя в храме, как бы, как в доме, да, которым хочется что-то внести, и ты, как бы, так вот благословляешь, поддерживаешь их инициативы, и они оказываются, вот, на самом деле, ну, такой некой жизнью храма вне стен храма, да. Ну, а скажи, пожалуйста, тогда вот, да, вот, чтобы не подменять вот такое обслуживание несобственных каких-то территорий, а что такое вот, собственно, тогда церковь для тебя? То есть, вот смотри, когда мы вошли романтически так сюда, у нас столько возможностей, ну, а что вообще говоря, ну, по-твоему, вообще суть твоего пастерства, то есть, что ты хочешь вообще? Ты вообще не разочарован? Ты вообще, вот, как бы, ты, ты, ты священник, там, ну, сколько ты уже лет? 21. 21 год. То есть, ты уже можешь, можно про тебя уже говорить, вот эти отцы того поколения, там, да, ну, то есть, давай так, четко сформулирую, да, во-первых, ты не устал от своего священства, и что именно для тебя такое священство? Что ты делаешь? Я не то, чтобы даже не устал. Для меня призыв в церковь Божию – это, ну, как, это самореализация в самом глубоком смысле этого слова. То есть, я настолько не понимал вообще, кто я. Вот мне мой сын средний, как ты сказал, с такой горечью, и, то есть, он ощущает вот свой потенциал, но не знает, куда его применить, и он говорит, папа, я не понимаю, в чем бы я мог был быть хорош. И для него, я понимаю, что для него это, и я был, я это переживал в своей юности. Вот когда, ну, я ушел в армию, там, слава тебе, Господи, мне отцы командиры сказали, вот, как жить, куда ходить, куда не ходить, что делать, чего не делать, когда спать, когда просыпаться, вот. Вот, и в этом смысле это такой был первый опыт послушания. Вот. А главное, что это тебя освобождало от необходимости личного экзистенционального выбора. Вот. А потом, уже после армии, я, когда только вошел вот в жизнь церкви, все как-то наполнилось вот каким-то смыслом глубоким. И поэтому, и поэтому я понимаю, что мы сейчас в таком, ну, находимся периоде, когда видим, что как раз-таки поколение вот тех молодых людей, которые вошли в церковь, стали ее пастырями, да, уже получили разочарование, выгорание, да, даже такие публичные, публичные комментарии по поводу того, почему они оставляют церковь, да. В том смысле, я надеюсь, что передо мной никогда не встанет такая дилемма. Не вижу, не вижу ничего в своей жизни, чтобы могло меня наполнить больше, чем, чем меня наполнила церковь, да, или чем я наполнился через церковь Христова. Так, а чем ты наполнился? Вот расскажи, то есть, понимаешь, как бы вот, 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 вот смотри, есть отец Павел, который, у которого, вокруг которого много инициатив, а есть некий, не скажешь, чтобы сокровенный отец Павел, да, то есть ты это вот, как бы ты этим живешь. Чем живешь, батюшка? Литургии. Для меня церковь – это ехористическая община. Это, 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 ну, прямой опыт любви, которым мы переживаем, и поэтому, конечно, это носит, и это средоточие всего того, что, ну, к чему призвана община, что должны мы делать. Это литургисать, призывать к причастию тела и крови Христовых, и вот происходит, вот, когда люди совершенно, ну, чужды друг другу, когда вот это преодолевается рознь мира сего. Это, ну, такие… Ты видишь это в своей общине? Да, да, да. Я счастлив, я счастлив служить вот вместе с нашими, с нашим клиром, с нашими священниками, и мы, не то чтобы, знаете, это, знаешь, это не переживание вот этого такого поросячьего восторга, вы знаете, вот, ну, такой эмоциональной какой-то легкомысленной радости, ну, или веселья. Мы нечасто встречаемся, но когда мы видим друг друга, это всегда большая радость, утешение, и мы можем друг друга поддержать без необходимости, без необходимости включения каких-то вот административных таких инструментов, да, воздействия. Мы изнемогаем, каждый по-своему, у каждого есть свои недостатки, есть достоинства. Мы, я вот, ну, вот эти слова апостола Павла «тяготы друг друга носите», это для меня не стали более понятны. То есть, особенно читая там пастырские послания апостола Павла, вот все, что связано с какой-то внутренней логикой жизни общины, я вижу, что все те же явления, они характерны для нас сегодня, и скорее вот такая нравственная чувствительность у меня возникает не ввиду каких-то вот внешних моральных установок, да, а исходя из того, что мы, ну, вот как мы каждый день проживаем с общиной. Разные ситуации, они бывают драматичные, трагичные, это потери, это ссоры, это ожесточение, да, это преодоление, да, такой, и это все происходит не за один день, не потому что батюшка попросил, и я руку протянул, нет, то есть мы видим, как человек находится в борении, и порою так при этом борении внутреннем от человека так искрит молниями, да, что и священникам достается, вот, но тем не менее мы видим, как Господь дает нам, сообщает вот эти силы, я вижу его просто присутствие тогда, когда через массу вот этих, когда совокупность эгоистических человеческих существ, да, становится единым целым. Это такой опыт, конечно, очень, ну, что ли, мимолетный, может быть, в чем-то, но он переживаемый. Да, слушай, да, я верю, верю, вот прямо верю, да, и думаю, что, ну, так вот, знаешь, я думаю, когда чувствуешь причастность к такому единству, то при всей усталости, при собственных всплесках раздражения и там что-то еще, все-таки, наверное, ну, не скажешь ты про пастырское выгорание, про вот эти вот вещи, да, потому что, ну, да, что-то сгорает ветхое, но Господь подает вот эту вот жизнь в общине, жизнь с ним, со Христом, которая обновляет, обновляет. Отец, тогда так спрошу тебя, вот как-то ты про это единство сказал, да, ну, и вот ты руководишься надальным отделом по, значит, семье и защите материнства и детства, по-моему, так это правильное название, да. Вот сейчас просто какая-то беда и катастрофа, эпидемия, ладно, коронавирус там, да, ладно, там еще что-то такое, но у меня такое ощущение, что эпидемия разводов, да, то есть просто столько людей вот теряют это единство, да, и так хочется, когда ты, вот ты причастен, ну, хоть отчасти к тому, что Господь тебе подает в церкви, как вот, как силу объединяющую, да, мы, тем не менее, видим то, что не только где-то там за пределами церкви, но и внутри церкви у людей, которые себя так позиционируют, как православные, вот происходят какие-то такие разлады семейные, разводы, что происходит, батюшка? Ну, это явление, несомненно, ужасающее, устрашающее, и вместе с тем оно, ну, наверное, закономерное в том смысле, что мы, ну, это некий глобальный процесс, да, технологического перехода, вот, это имеет свои такие социальные измерения, и в этой связи мы тоже часть общества, и на нас это оказывает влияние, хотя, хотя надо сказать, что процент все-таки распада семей в среде христиан, он меньше, значительно причем, да, значительно, потому что мы-то... Это статистика. Да, статистику мы отсматриваем, несомненно, светскую, и не так давно, вот, в Белстат, он стал публиковать статистику среднего возраста вступления в повторный брак, то есть, вот, Институт социологии нашей Академии наук, он провел в прошлом году исследование о ценностных установках белорусов, да, и слава тебе, Господи, семья на третьем месте, она входит в тройку, первая – это мир, безопасность, вторая – ну, шаркая шкварка, чтобы все доброе было, добробыт, ну, то есть, наша такая, вот, экономическая безопасность, да, третья – это семья, религиозные ценности внизу, на последнем месте, на десятом месте, самоуважение, и вот я как раз-таки думаю, что вот это очень, так, симптоматично. Ну-ка, расскажи. Ну, потому что, если у человека самоуважение на низком уровне, как он будет относиться с уважением к другому человеку? То есть, и в этой связи, это то, что он требует, ну, я считаю, такого для социума в целом, ну, через медиа, да, некая трансляция новых смыслов, потому что сфера культуры создается, мы все-таки ратуем за традиционную семью. Вот традиционная семья – это а – многодетная, многопоколенная, в которой, которая живет традиционными религиозными установками, ну, той традиции, в которой. Вот, это семья без абортов, это общество в целом, если мы берем, да, это общество без социального сиротства, ну, и без разводов. И мы об этом говорим. Вот, мы за традиционные ценности. Но, опять же, я не слышу в обществе того, а что такое традиционное общество? Это правда. Вот, как, что это для нас? Вот, не формулируются они. А это почему так происходит? На мой взгляд, потому что мы, ну, не можем себе сказать прямо, мы секулярное общество. Согласен совершенно. Вот, мы секулярное. И в этом нет, ну, нет никакого страха, да, о том, чтобы это просто провозгласить. Мы тогда поймем, где мы находимся. Да, и что дальше делать? Да, потому что, например, вот была у меня такая история с девочкой одной, молодой, которая не хотела стать мамой, да, уже, так сказать, став ей по факту, да, беременности. Вот, и желая прервать этот процесс материнства, она говорила, ну, что вы мне тут рассказываете? Закон разрешает аборт, значит, это хорошо. Вот это очень-очень важно, да, то есть общество через свой закон делает допустимым эту практику, значит, это хорошо. Нормально. Нормально, да, нормально. Да, и поэтому это вот как раз-таки вот состояние сознания секулярного, да, что на что я, на чем я не основываюсь на заповеди «не убивай». Вот, с этой ситуацией надо работать. И здесь еще есть важный момент, что сегодня жизнь в городах, а в Беларуси у нас 80% населения живет в городах, 20% в сельской местности. Сегодня для того, чтобы выживать в городе, да, проще быть одному. То есть ты ресурсней, когда ты один. Вот, плюс ко всему семья стала нуклеарной, то есть это папа, мама, ребенок. А что такое нуклеарная? Ну, она как бы одно поколение, да, одно поколение под одной крышей, да, то есть нету дедушки и бабушки. Вот, если мы говорим о традиционных ценностях, они сформированы, белорусское общество, они сформированы традиционной белорусской культурой. Этническое большинство белорусов – это население сельской местности. Ну, грубо говоря, в цикле аграрного календаря. Да, да, да. Соответственно, вот эти связи, традиции, потом формы моделей поведения, да, вот та функция, межпоколенческий диалог, да, какие модели транслируются – это все сейчас нарушен. Ну, простой пример. Зачем вам жениться? Погуляйте и поживите так. Так говорит старшее поколение. А потом сетует на то, что развращена молодежь. Молодежь, кстати говоря, вот за эти годы контакта с молодыми людьми на разных площадках, в разных аудиториях, вот, молодежь наша целомудренно и чиста. Вот, первый, да, да, первый такой слом, да, вот, он происходит, когда дети приезжают из регионов, поступают в вузы, они отрываются от своих семей, да, и вот они живут среди своих сверстников, да, и вот если мы говорим о каких-то вот первых таких шагах, да, когда вступают в интимную связь, да, а потом вот этот страх взрослых людей перед тем, что их ресурсная база, она уменьшится, потому что нужно принять какого-то стороннего в этот мир. Поэтому, но что важно, вот это в сознании ценность семьи, она присутствует. И я думаю, это так или иначе будет актуально. Да, ну, то есть тебе кажется, да, то, что, в принципе, если вот, ну, скажем, вот, задача церкви, да, если мы будем каким-то образом в культуре поставлять вот наполнение этого понятия традиционной ценности, да, то есть теми вещами, которые ты перечислил, да, что это и, значит, без развода, без аборта, это межпоколенические связи и прочее, да, то есть конкретные вполне себе такие вот вещи, да, то это станет, ну, я так скажу, значимым, модным, интересным, да, и тогда, в принципе, это может стать таким вот, ну, переломным моментом в том, что тут в Беларуси как-то демографическая ситуация будет меняться. Я правильно понимаю? Ну, вообще мы находимся в общемировом кризисном тренде, ну, скажем так, христианской, постхристианской цивилизации. То есть это, в общем-то, в общем-то, ну, в любом случае все социальные процессы рукотворенные. Вот это так получилось, да, вот мы иногда живем в таком состоянии сознания подростка, да, где причина-следственные связи, и мы находимся в ситуации очень сложной. Попытка, то есть, ну, главный концепт, который заложен еще в книге Бытия, это слова Творца. Полодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Вот, пожалуйста, парадигма демографических процессов, да, демографической динамики. Соответственно, сейчас процесс восполнения убыли народа-населения, он связан с миграционными процессами. Но мы видим, что то, как это происходит в Российской Федерации, или в Западной Европе, в Германии, например, приходит сообщество, другой народ, который не ассимилируется, не ассимилируется, и возникают уже такие межэтнические, межрелигиозные конфликты. И это при, ну, недавний такой всплеск в Махачкале, например, да, вот это. И как это урегулировать, да? И в этой связи, конечно, я бы, например, хотел бы, чтобы наше общество в целом наконец-то сняло шоры на одну запретную тему, что самая большая демографическая убыль в белорусском обществе от абортов происходит. И, ну, раньше, еще 10 лет тому назад, да, там людей, которые выступали против абортов, называли сумасшедшими. Меня в том числе и мою супругу, и всех волонтеров, и сподвижников, и, ну, собственно, это представители христианского сообщества Беларуси. Сегодня, когда эта демографическая отрицательная динамика, она уже как песок сквозь пальцы, она уже, ну, просто ощущается, то риторика сменилась. Ну, надо делать шаги дальнейшие. Мне вот видится здесь, что возможность... Ну, мы не погибнем от того, если, как это, заглянем в бездну, ну, условно говоря, принудим себя сказать... Реально, что с нами. Что с нами. И потом возникнет следующая тенденция, да, что будем с этим делать, как изменить. Да, и здесь, конечно, очень, ну, много возможностей, инструментов, ну, общества. Нам не надо придумывать эти смыслы. Мы их можем просто транслировать. И вопрос вот через сферу культуры и при помощи медийного инструментария вечные божественные призывы, да, вот путь жизни и путь смерти. Избери путь жизни. Да будет благословен ты, плод чрева твоего, земля твоя будет. То есть, это такие... Жизнеутверждающие. Жизнеутверждающие. Такое, нашему обществу нужно сообщить, как это, второе дыхание, да, такую пассионарность. И тогда, иначе, ну, иначе придут другие народы и прекрасно здесь возделают эту землю и будут ею обладать. Мы находимся вот в такой непростой ситуации, которая, мне кажется, сейчас очень благоприятное время для того, чтобы нас перестали воспринимать только скоморохами в старых странных одеждах, но немножко прислушаться. А для этого что нужно? Что церкви нужно для того, чтобы перестали воспринимать как скоморохов, которые веселят, утешают, а могут серьезно сказать о чем-то таком вот существенно важном? Это провокативный вопрос, а от лица церкви говорит епископ общества, да, поэтому... Ну, я думаю, что наше слово должно быть с солью. Вот я понимаю, в разных областях жизни людей доверие возникает к тому, кто верит в то, что он говорит. Ну, вот в этой связи, да, ты многодетный отец. У тебя вот спутница жизни, которую, знаешь, матушка Вера, которая, знаешь, тоже такой самостоятельный актор культуры и белорусского общества. Насколько тебе вот удается с одной стороны вот так вот, ну, знаешь, как-то удерживать это единство семьи с помощью каких-то, ну, где-то, наверное, и дисциплинарных вещей, да, вот, это вот нельзя, это вот хорошо, это вот плохо, да, какие-то границы, а с другой стороны давать свободу, при которой дети себя чувствуют, ну, как бы, вот приглашенными в будущее, да, то, что это их будущее, они нужны в семье, не просто как, вот, знаешь, как бы, убери, принеси, не мешай. Вот удается и как удается вот им эти ценности дать, чтобы самому быть вот таким свидетелем о Христе, о правде, о традиционных ценностях? Это очень сложная и драматическая часть нашей жизни. Ой, понимаю, да. Вот, ну, прежде всего, большое смирение моей супруги просто вот в каких-то обстоятельствах жизни, взаимодействия со мной. Дети, я только сейчас вот столкнулся со взрослением своих сыновей, и это процесс очень непростой, очень болезненный, и моя такая привычная алгоритм действий запретить, наказать или, ну, как-то в чем-то ограничить и отругать, да, он не сработал. Мне старший сын сказал, что, да, пожалуйста, они уходят, они уходят в свою жизнь, и то время, которое нужно было бы с ними провести, я был где-то далеко, играл в волейбол православный там, вот, и там пастырствовал, да, там, просвещал, вот, пока они во мне нуждались, пока они были маленькие, вот они выросли, и, ну, я рад, я рад тому, что они достаточно адекватные молодые люди, вежливые, вот, не без проблем, не без трудностей своего становления, но я знаю, как родитель, что я призван благословлять их. Вот просто вот дочка, вот старший ребенок многодетной семьи, она высадилась вообще в Китае, сейчас там учится. Это не моя протекция, это вот ее план жизни. Я думаю, вот, наверное, ей было очень нелегко, когда вся ответственность за весь остальной коллектив, да, была на ней, да, вот она решила так уехать подальше, чтобы ее не достали. Ну, и, конечно, тут доля иронии, мы скучаем, вот, даст Бог, она должна прилететь в феврале, когда будет китайский Новый год, и там длительная каникулы, что очень скучаем. Ну, благо, IP-телефония, да, нас мессенджеры выручают, конечно, есть возможность. Но очень, это вопрос очень такой драматичный. Конечно, я понимаю, да. Это я всецело, всецело делаю акцент на внутреннем душевном труде моей жены, потому что она все это, так скажем, сдерживает, поскольку я человек очень раздражительный, импульсивный, да. Да, творческий. Творческий, да, творческий подхожу. Да, отец, что такое любовь? Любовь – это такая динамическая всепобеждающая сила, которую нельзя подчинить, мы только приемники. Конечно, исток – это Господь Бог, и это глубочайшее переживание счастья, но которое всегда связано с кем-то. И она проявляется многообразно, многообразно, и это явлено и в Библии. И вот я переживал эти полторы недели вот визита делегации по презентации трудов равнопосторного Николая Японского, и там был и епископ русской церкви, и игумен, вот, и мой близкий друг, и человек, с которым мы познакомились, и там Ирина Николаевна Кузьмина, Ирина Владимировна Кузьмина. Да, и вот за это время, да, от первой встречи, и прощаясь, да, вот в зале вылета, уже сидя, мы включили песняров Александрыну, да, и вот когда ты, когда ты, я говорю, Владыка, знаете, я вот расстаюсь вот с вами, со всеми, как, мне кажется, что это что-то созвучное, как апостол Павел прощался с общиной в Эфесе. Когда что-то, что-то наполнило, вот эта общность переживаний. Несомненно, любовь – это очень созидательная сила. То есть это, это творческая сила, это, это не то, что ты получил и как бы вот хранишь среди прочих своих там ценностей. Это то, что тебя вдохновляет и подвигает достигать невозможного, вот так. А теперь что такое свобода? Не знаю. Свобода для меня – это преодолеть, преодолеть, это преодоление эгоизма. Это выход за рамки своих предпочтений. Это способность видеть других людей, способность преодолевать инстинкты. И это тоже, и в этой связи я не могу сказать, что я свободный человек, потому что я никогда, никогда не был поставлен перед серьезным выбором. А это выбор жизни и смерти, то есть всегда. И вот в этой связи, но коротко, это выход за рамки собственного эгоизма. Что такое смирение? О, это неизвестный для меня добродетель. Смирение, принятие своего несовершенства. Кстати говоря, многодетная семья, она создает условия для этого. Принятие своей неидеальности. Об этом, конечно, нам всегда скажут снаружи. Ну, смирять-то мы всегда готовы в других. Это такое общее место для нашего сообщества. Но именно принятие своего несовершенства, принятие несовершенства других людей, неидеальности других людей. И в конце концов, это такое, какое-то вот состояние такого, вот этот добродетель, дающая мудрость. Скажи, пожалуйста, вот, правда, я думаю, что в тебе есть и одно, и второе, и третье, и любовь, и свобода, и смирение. Скажи, пожалуйста, вот, какие у тебя есть такие вот любимые книги, любимые сюжеты, да, которые, в общем-то, где-то тебя подогревают, вот, в твоем таком вот, ну, стоянии, предстоянии на твоем пути? Книги, фильмы? Фильм, который произвел на меня потрясающее впечатление, когда, ну, вот на заре моего церковления. Форест Гамб. Я просто, когда его увидел впервые, я потом его пересмотрел еще в течение суток три раза. Это было не в кинотеатре, видеомагнитофон. Я не мог, вот, не мог понять, и до сих пор я возвращаюсь к этому образу. И, конечно, кинематограф оказывает очень большое влияние, но вот этот фильм на меня оказал определяющее, определяющее влияние. И, конечно, вот этот, вот этот образ борьбы с ампутированными ногами лейтенанта Дэна, которому главный герой позволил выжить, да, спасая его там, вот. И мне бы хотелось назвать там что-то, но если говорить, вот, допустим, о советском кинематографе, то, несомненно, это фильмы о Великой Отечественной войне. То есть, и поэтому я сейчас, например, с удовольствием и упоением смотрю этот длинные ролики Бэткомедиана, которые троллят, вот, да, то есть, современные фильмы, которые снимает там российский кинематограф, вот, на эту тему. Потому что, когда с детства ты смотришь, не совсем понимаешь, ну, подлинную глубину, но воспринимаешь ее очень глубоко. Это свойство детской психики. Восхождение, проверки на дорогах, да, они сражались за родину, то есть, там, 17 мгновений весны, то есть, ну, весь, весь, вся вот это, мы, конечно, ну, потому что были жилые тираны, то есть, это, это очень, очень глубокое впечатление произвели эти, эти фильмы. Война и мир Бондарчука-старшего, да, это, это как такой способ какого-то интуитивного прикосновения к, ну, той России, допустим, к тому пространству, которое уже не было нам доступно. У меня такое, осталось впечатление, знаешь, это какой-то такой бытовой героизм, да, такой вот, вот он как бы, ну, знаешь, это, вот, вот это было, да, и ты веришь этому не просто как к воспеванию каких-то вот кинообразов, да, вот мифологема какая-то, а вот эти старики ходят рядышком с тобой, они мне расскажут про это так, как вот они прожили это, да, вот это правда, да, эти фильмы, они... Женя, Женечка, Катюша, один там из последних, вот наш, наш известный кинорежиссер Паташук в августе 44-го, вот, причем такой вот концовка этого фильма, да, там, песня Градского, вдруг, ну, то есть, она такая вот, ну, в диссонанс идет, но потом, ну, конечно, я воспитанный советским кинематографом, а если говорить о книгах, то для меня очень большую поддержку оказала книга Грэма Грина «Сила и слава». Вот прям вот в пастырском служении, это потому что очень много ожиданий от себя, и когда вот ты приходишь в эту меру, в меру осознания своего несовершенства пастырского, да, ну, вот это самый такой момент сложный для принятия. И вот эта книга, она прямо вот была мне вовремя как-то предложена, много... Любовь такого подросткового периода моего чтения, а именно вот когда в подростничестве читаешь, то это остается с тобой, это классика, классика, это герой нашего времени, Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот как-то в целом он мне был ближе, чем, допустим, остальные классики русской литературы, которых мы изучали, вот, и такой молодой человек, и вот здесь вопрос такого интуитивного восприятия. Да, ну, я слышу, то есть на самом деле здорово, я надеюсь, что в действительности вот как бы, что складывается вот тот образ, да, как ты шел, куда ты идешь, и вообще того, как церковь, она в лицах на самом деле является свою красоту, как является какой-то вот промысл Божий, вот, о людях, пастве, о нашем народе, вот, слушай, я тебе очень благодарен, что ты вообще вот пришел в нашу студию, что мы можем с тобой так поговорить, потому что на самом деле ты какой-то неуловимый, то есть с тобой, когда как-то встретиться, это всегда так мимолетно, ты туда бежишь, сюда бежишь, а здесь то, что ты нашел время и пришел, ну, для меня это большая тарта, просто с тобой пообщаться. Я надеюсь, что на самом деле моей радостью приобщаться и наши зрители, вот, и слушатели, то есть дай Бог, чтобы твоя любовь, твоя мудрость, твой какой-то задор от жизни, на самом деле, он с преизбытком, вот, воплощался и в проектах, и в сокровенной жизни твоего сердца, где Господь, вот, если Он призрит, Он как бы умножит все вовне. Спасибо тебе, что ты пришел. Сергий, спасибо большое, и эта программа, эта передача, она хорошая возможность нам встретиться не мимолетом, поэтому я не мог не прийти. Благодарю, дорогие зрители, дорогой отец Сергий, все, кто трудится над этим прекрасным проектом, нам важно устанавливать глубокий диалог друг с другом. Аминь. Спасибо. Спасибо.